Парис Алексеевич, когда я договорился с вами об этом интервью, вы сказали, что тема Харькова вам неинтересна. Почему? Вы не любите Харьков? Вы знаете, тут на это очень трудно ответить. Я постараюсь как-то более... Не очень многослово, но всё-таки что-то скажу. Во-первых, я, наверное, по своей природе человек очень замкнутый и сумевший в те годы выстроить какую-то внутреннюю пустыню или внутренний монастырь, отгороженный от внешнего мира. То есть я жил во многом своим вот этим внутренним миром, книгами, мечтами, стихами, мыслями, отгороженный от людей. Это мне очень помогало выжить в лагере, скажем, и в армии, и в лагере. То есть я был сам по себе. И вот, может быть, поэтому ещё у меня от этой выработанной мной привычки быть в одиночестве, быть в таком замкнутом состоянии, я как-то очень мало... У меня свой мир, он не связан с городским миром или с национальным миром, или с миром страны. Он мой, мой, мой собственный. Понимаете? Вот это вот какая-то, может быть, попытка ответа. Вот. А люблю ли я Харьков? На это очень трудно ответить, как трудно ответить, люблю ли я воздух, которым я дышу. Ну, понимаете, когда я жил вне Украины, вне Харькова, вот я, конечно, тосковал по Харькову, и где бы я ни был, я буду возвращаться в Харьков. И это моя родина, мой дом. Но вот именно потому, что это моя родина, мой дом, потому что это тот воздух, которым я дышу, я к нему как-то очень отношусь. Но я не могу сказать, что я его люблю, и в то же время я не могу сказать, что я его ненавижу. То есть я вот так отношусь, как воздух, которым я дышу. Это естественно, я считаю, нормально совершенно. Сегодня вы стали не просто знаменитым поэтом, живущим в Харькове, но своего рода визитной карточкой культуры нашего города. Вас устраивает такое положение вещей? Вы знаете, я этого не замечаю. Я стал, как вы говорите, знаменитым поэтом в очень неблагоприятное для культуры время. И вот на мне в материальном смысле или в моральном, в нравственном, каком угодно, это никак не отражается, никак не сказалось. Я себя чувствую сейчас, ну, может быть, даже гораздо хуже, чем в те годы, когда меня не печатали. Потому что очень трудно жить. Возрождение украинской национальной культуры стало сейчас приоритетом в политике нынешних властей. Как быть в такой ситуации русской культуры на Украине? Ну, культуре сейчас вообще плохо. Я думаю, всякой культуре плохо. Вот. Что же касается возрождения украинской культуры, которой я всей душой моей приветствую, как я могу не приветствовать возрождение какой бы то ни было культуры, украинской, еврейской, армянской, какой угодно культуры. Это есть культура, это самое высокое, что есть в жизни человеческой. Но дело в том, что как она возрождается, мне не очень устраивает и не очень нравится. Я был на съезде украинских писателей несколько лет тому назад. И мне не нравится... Культура должна быть открытой. Открытой для всех других культур, для всех других влияний, для всех других... Ну, для всего. А национализм, национальная политика, национальная идея, они закрывают себя. И меня это очень пугает, очень настораживает. Потому что я враг любого национализма, национализма великой нации, национализма малой нации, национализма украинского, русского, какой бы он ни был. Потому что любой националист, как бы он прекрасно ни начинался, и какие бы благородные, честные люди не возглавляли эту идею, он рано или поздно, особенно когда входит в обиход, когда становится на вооружении масс, он обязательно перерастает в фашизм. Я в этом абсолютно убежден. Нет такого национализма, который, становясь массовым явлением, не стал бы фашизмом. Может быть ли такая перспектива на Украине? Очень может быть. Потому что я не вижу людей... Вот руховское движение начали писатели, поэты. И я думал, что они становятся на этой грани. Ведь в демократическом обществе должен быть обязательно приоритет личности, индивидуальности. А когда личность, индивидуальность принадлежатся в жертву идеи, какой бы она ни была, марксистка, ленинская или национальная, это ужасно. Этот человек подминается под эту идею. Это становится, значит, выше всего Украина. Вот. А я ничто. А это ужасно. Понимаете? А вот они именно... Именно та национальная идея, в том проявлении, какой я ее слышал по радио каждый день, в газетах, вот, она становится именно почерпнута, изоляционно, замкнута национальной. Вот. И это очень опасно и очень страшно. Один мой коллега-журналист сказал, что если Россия посягнет на независимость Украины, он, не задумываясь, пойдет стрелять в российских солдат. Как бы вы поступили на его месте? Вот это утверждение, это ведь фашистское утверждение. Потому что стрелять в человека вообще страшно. И отвечать на это так, как вы сказали, не задумываясь, так легко отвечать, что я буду стрелять, буду убивать людей, это, так можно сказать, только фашист, только очень плохой человек. Потому что убивать человека, азербуржанцу, армянину, армянину, азербуржанцу, грузину, осетину, украинцу, русскому или наоборот, это непредставимо, особенно в наше время. У меня есть любимое стихотворение, и даже вот совсем недавно написанное, и я хотел бы, чтобы его знали люди, потому что я, мне так казалось, когда я его писал, что это чувство многих людей, может быть, тысяч людей, может быть, миллионов людей. Но тоже меня очень боюсь, что этим стихотворением я против себя настрою вот тех людей, национального, националистов, которые очень узко понимают возрождение украинской культуры и вообще даже украинской нации. Это стихотворение называется «Плач об утраченной Родине». Судьбе не крикнешь, чур-чура, не мне держать ответ, что было Родиной вчера, того сегодня нет. Я плачу в мире не о той, которую не зря назвали, споря с немотой, империей зла, но о другой, стовековой, чей звон в душе снежист, всегда грядущий, за кого мы отдавали жизнь. С мороза в душу в адский жар впихнули галышом. Я с Родины не уезжал, за что ж ее лишен? Какой нас дьявол вел соблазн, и мы-то кто при нем? Но в мире нет ее пространств и нет ее времен. Исчезла вдруг с лица земли, тайком в один из дней, а мы, как надо, не смогли и попрощаться с ней. Что больше нет ее, понять живому не дано, ведь Родина, она как мать, она и мы одно. Ее просторов широта, была спиртов пьяней. Теперь я круглый сирота по мане и по ней. Из века в век, из рода в род, венцы ее племен, Бог забирал в один народ, но Божий враг силен. И чьи мы дочки и сыны во тьме глухих годили, Того народа, той страны, не стало в миг один. При нас космический костер беспомощно потух, Мы просвистали свой простор, проматерили дух. К нам обернулась бездной ввысь, И меркнет Божий свет. Мы в той отчизне родились, которой больше нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова